Здравствуйте, товарищи! Едем распаковывать сегодня магию. Спонсор сегодняшней распаковки МТГ аж три человека. Я и два моих товарища по игре в драфты назовем их так, господин А и господин В. Мы тут заказывали паровоз на нескольких людей и один небольшой вагончик прицепной господа А и господин В захотели себе. Один из них игрок в командир, в котором я совершенно не разбираюсь. Он себе захотел Угина. Смеш-ту-даст это в колоду другого человека, в паупер-колоду два смеш-ту-даста им нужны были. Fairy Inscription, еще не держал ни разу в руках карточки Властелина Колец, но вот господин А в свою командирскую колоду захотел. Ephemerate в паупер, Sahil Rai в командира, Aphidian Eye, Клирики и Tandem Blokout. Парни, в общем, докинули небольшой вагончик в паровоз. Остальное это я. Главная задача, которую я сейчас перед собой ставил, это собрать две колоды в стандарт. Это бело-зеленый токсик и бело-синие солдаты. Бело-зеленый токсик я почти дособирал. Там небольших, не очень критичных запчастей не хватает. Он вроде как внутри мягонький. Тут все проложено, вот эти вот пупырки. Но с другой стороны у него никакой жесткости нету. И если... То есть вот эта мяготка защищает карты от того, чтобы бухнули что-то тяжелое сверху. Но если кто-то случайно захочет помять, вот жесткости картона тут нету. И вот эта штука легко скинается. Довольно опасно. И в общем, бело-зеленый токсик у меня после вот этой посылки будет прям близок к завершению. Там чуть-чуть земель будет не хватать, каких-то командов, сайт. Но в целом... В целом нормально. Это, кстати, типичная упаковка. Уже не первый раз я из США получаю синглы с TCG-плеера. И вот там как-то вот не очень упаковывают. С какого-нибудь MTG-трейда люди лучше упаковывают. Ну, наверное, просто народ у нас переживает за качество почтовой доставки. В США не парятся. Может быть, она лучше или нет. Я не знаю. Что нам в этой части паровоза приехала? Императрица, Атавара, Джунджи и Айганджо. Все это не очень сильно идет в бело-зеленый токсик. На самом деле, в бело-зеленый токсик здесь идет только императрица. Но покупки как делаются? Можно купить в крупном магазине. Вы туда приходите, набираете корзину. И чаще всего там почти всю колоду вы соберете. Но у крупных магазинов цельники довольно большие. И у частников можно находить более выгодные цены. Собственно, почему частники держат цены ниже? Например, вы какой-нибудь небольшой магазинчик, и у вас может быть низкий рейтинг на площадке. Кстати, не обязательно TCG-плеере на том же MTG-трейде. И чтобы оправдать вообще покупку у вас, вам нужно как-то конкурировать с крупным магазином. Единственное, чем вы можете это делать, это ценой. Потом крупные магазины за счет большого оборота кучи заказов там могут делать какую-нибудь бесплатную доставку. Потому что у них постоянно крупные заказы. Если там заказ условно на 50 баксов, почему бы не делать бесплатную доставку, которая все равно там 1 бакс? Ну подумаешь плюс-минус. Для частника это может быть накладно. Частник не может так размениваться. Для него может быть важен каждый заказ даже на одну карточку. Вот. И приходится частникам за счет цены играться. Поэтому охота заказывать у небольших мелких магазинов, потому что цена ниже. Но при этом у них чаще всего есть цена за доставку. И как-то нужно амортизировать заказ у одного человека. Поэтому заходишь в магазин человека, тебе нужна у него, например, только одна императрица. И дальше смотришь, что он еще продает. Но берешь у него не все подряд. Опять же, частники по-разному выставляют цены. Я смотрю у них что по рынку или ниже. Из того, что мне нужно. То есть понятно, мне в белозеленый токсик нужна императрица. Остальное, ну, а товары и ганжу, в принципе, в любых белых, синих колодах почти играются. Зачем мне нужен джунжи? Я как любитель древностей, мне интересно собрать не только играбельные какие-то колоды, ну, мне и колоды, имеющие в некотором смысле историческую ценность. Интересно собрать. На одном из турниров, на площадке МТГ-мили, я занял второе место. И играл я именно белочерный... Ой, не белочерный, пардон. Красно-черной колодой, в которой был джунжи. То есть я хочу эту колоду воспроизвести. Для истории. Иметь исторический артефакт, чтобы когда-нибудь там, когда будет вот такая борода, вот такой возраст у меня, и голова будет лысее раза в три, чтобы я мог достать, тряхнуть стариной и поиграть в какой-то древней колоды. Ну, в этом магазине не очень много карт было, но там императрица в целом вот так, и так уже довольно большая. Вот это все остальное у него было по рынку или ниже. Сколько у меня императриц сейчас? Прямо сейчас, вот не считая этого заказа, ноль. Вот после этого заказа, сегодня все, что мы вскроем, их будет три. Четверто не хватает. Вот в этот раз я ее... Вот я не помню, то ли у меня денег не хватило, то ли я не нашел выгодного предложения. Императриц комплектом довольно тяжело купить, а ценники там пляшут. В крупных магазах ценник 25 баксов, а участников 13 баксов. Ну, это прям больше 10 баксов скидончик. Это прям... Но за 13 баксов комплектом их 4 штуки довольно сложно было найти, я не нашел. Поэтому я просто магазины перебирал, перебирал. Находишь магазин с императрицей, начинаешь смотреть, что еще в каталоге. Вот, то есть там еще в этом сложности были. Поэтому пока... Вот я точно не помню. В итоге мне не хватило денег, или я не нашел просто нормальной сделки. Ладно, едем дальше. Тут надо аккуратно вскрывать. Я тут уже... Мне на стриме устно рассказывал одну печальную историю, что... Я через товарища делал заказ. Ему заказ пришел, и он вскрыл коробку, посмотреть, как там что внутри. И во время вскрытия коробки там сверху лежала на дисплеях бонусная карточка. Сходу на нас смотрят Эйганджо и Анекс Энтри. Анекс Энтри вот четвертый мне в комплект здесь доехал. Эйганджо играет в куче мест у нас в стандарте. Играет в монобелом. Играет в чарах. Где-то еще она играла. Ну, в каких-то мидрейнджах, то там, то тут она фигурирует. Полезная карта. Ну, опять же, я ее докидывал здесь в режиме, что не в белый, зеленый токсик она нужна. Это, опять же, небольшой магазин. Ну, правда, как? Я не отличаю небольшие магазины. Не могу различить между частником и каким-то локал геймстор. Зачастую это и невозможно отличить. Иногда там локал геймстор это один человек, который там собирает, я не знаю, по 10 человек в выходные. Так что там, может быть, и небольшая разница есть на TCG-плеере. Окей, Ресторейшн оф Эйганджо. Гардиан оф Нью Бенали. Стоит копейки, а поскольку это рарка, все равно, вскрывая дисплея, их комплектом набрать довольно тяжело. То там, то тут иногда ее можно увидеть. Не то чтобы прям метовая карта. Но я какие-то накуры, какие-то колоды с ней собирал, поэтому пойдет. Депопулейт. Ну, чуть-чуть покосяченный. Ну, так слегка. Я не помню. Тут, по-моему, далеко не все карты не Эрминт. Они чуть-чуть плейт могут быть. Модерат или плейт. Архангел. Так, всего один Архангел тут. Их четыре в заказе должно было быть. Лейдаун Армс. По-моему, их то ли четыре, то ли три должно быть. Вот этот парень, Ривас, он мне нужен в коллекцию вот этих альтернативно оформленных карт из Доминари. Решил я их все собрать. Фуллсет Доминари я не уверен. Хочу их собирать или нет. Это довольно большая, дорогая задача, учитывая наличие Шеллдера в сете. А вот собрать все вот эти, так называемые, стейн-глаз, покрашенное стекло оформления карточки, вполне возможно. Их там не бесконечное количество. Вот он там дешево стоил, был у человека в каталоге. Решил забрать. Так, Эйганджо. Что интересно, безбордюрный. Обычно, как я рассказывал, я предпочитаю карточки все в одном стиле. Например, почему у меня Гардиану в Нью Бинале вот такой, не безбордюрный, не какой-то, а именно вот такой вот классический. Потому что я в одном из дисплеев уже одну такую вскрыл. И мне нужно три ровно таких же. Дипопулейт, ровно по тем же причинам, такой же, не безбордюрный какой-то Архангел. Но Архангел я просто искал уже комплектом. У меня ни одного Архангела еще не было, поэтому я искал магазин, где можно сразу четыре заказать. И вот здесь он был, ну вот такой. Окей, ладно. Лайдаун Армс и Ривас. А вот Ресторейшн оф Эйганджо, что интересно, у него безбордюрность проявляется с другой стороны. Но для двусторонней карты вообще пофиг, потому что в колоде вы играете либо заглушкой, либо вы играете... Ну вот эта вот основная сторона, если ее все-таки в протекте отставить, она не отличается от обычного варианта Эйганджо. Поехали. Ну вот здесь больше для бело-зеленого Токсика уже тут Аннекс Сентри, четвертый мне в комплект. Так, два Лайдаун Армс, которых не хватало. Сич Ветеран. Как-то тут не по порядку оно все лежит. Комплект Фелденов. Вот при возможности, если у меня уже... Не уже... Еще. Еще нету вообще карт, я предпочитаю безбордюрные, они просто красивее выглядят. Но не всегда. Например, безбордюрные земли из Форексии, в итоге большинство мне не нравится иллюстрация. Там просто какая-то отвратная картинка, какая-то там... Например, зубы на Сихром Косте, ну просто неприятно они выглядят. Сидкор тоже в бело-зеленый Токсик. Вот не все я нашел, мне нужен еще четвертый. У меня один есть, еще два приехало. И последняя тут упаковочка. Вот здесь должны быть Архангелы, да, вот они, Архангелы. Два Сич Ветерана. А что, Сич Ветеранов всего три? Я, кстати, не помню, сколько их там должно быть. А, точно, один у меня уже есть. Еще троих я дозаказал. Сидкоры. Надо будет еще раз по заказу проверить, чтобы ничего не забыли. Ну вот этим вот Sky Strike Офицером безбордюрным я сразу забился, что все остальные... Это первый. Еще мне три нужно в бело-синюю колоду с солдатами. Ну, теперь мне дальше только безбордюрных ребят. Архангел. Сейчас в Мете он в основном появляется в пятицветках. В пятицветном рейли, в пятицветном контроле. Но раньше он и в трехцветных ангелах играл, которые очень-очень успешно получалось ими играть у стримера Крауза. И, ну, в какой-то момент ангелы прям сильными были. Razor Lush Transmogrant иногда появлялся, опять же, в красно-черных холодах до того, как забанили Fable и Invoke Despair. Ну, тоже как дань памяти колоде, которой я второе место там на турнирчике на МТГ-миле занял. Довольно плотный там турнир прям. Пробился и потом еще в Олимпийке на вылет там что-то... Ну, я до финала дошел, а только финал Моносинему проиграл тогда. Так, с этим заказом мы вроде все. И последний заказ уже от крупных магазинов TCG Direct. Это что за схема? Там не обязательно покупать в одном магазине, но там они собирают одну толстую посылку из нескольких магазинов и отправляют. Как это работает? Это работает так, что там карты внутри нам пишут. Ништяк. Неплохо бы увидеть внутри эти карты. Какая-то бумажка. Вот. TCG плеера. Ничего себе. Окей. Аудасити. Аудасити у меня уже три штуки есть и вот эта такая относительно недавняя новинка в бело-зеленом токсике. Потому что когда мы целим в нашу карту бело-зеленый токсик довольно много мелкими существами играет и сделать какой-нибудь из них не один-один а три-три довольно круто. Плюс заменяет себя если существо померло доберем карточку. Брашленд четвертый мне в комплект. Ну и с землями там мне заросшей фермы нужен комплект. Ну я пока не уверен по поводу этой заросшей фермы но это не столь критично. Секла оф конфайнмент вот это как ни странно секла оф конфайнмент комплектом не фойловый было сложно найти. То есть в большинстве места фойловый секла оф конфайнмент вообще без проблем. Пожалуйста. Дешевле чем не фойловый. Просто жуть. Ведин аннounсмент тоже метовая карточка мне в бело-зеленый токсик но играет и в монобелом во всяких мидрейндж колодах там играла до появления доминарии юнайтед где еще играет в чарах играет да где только не играет очень сильная двусторонняя карта в итоге теперь у меня есть полный комплект и две императрицы такой вот до заказ ко мне приехал в итоге вот с этим всем я вполне себе могу играть бело-зеленым токсиком почему мне нравится бело-зеленый токсик и бело-синие солдаты почему они в картоне не на мтг арене а в картоне потому что дешевые это хорошие метовые деки которыми вполне можно выигрывать уже показали люди там в японии был какой-то такой ну хорошего турнир престижный первое место бело-зеленый токсик занял постоянно бело-синие солдаты в мете торчат а в бело-синих солдатах вообще в целом дорогих карт нету там вот все карты это какие-то 50-10 центов и там пардон вот такие вот парни ну сич ветерана там редко играют то есть кайстрайк офицер который просто копейки стоит там играет ну лейдаун нанос там не играет ну тут довольно мало у меня запчастей там еще в полете но суть в том что вот в бело-синих солдатах там земли каких-то прям дорогих там триомов каких-то ничего такого нету вот все карточки дешевые а дека работает при этом там даже императрицу не играют она там нафиг не нужна там тот же самый дорогой вейдин анонсмент не играет очень такая бюджетная дека ну бюджетнее разве что моносиний и бело-зеленый токсик он подороже опять же из-за императрицы из-за вейдин анонсмент но как не смешно это сайдовые карты в бело-зеленом токсике бело-зеленый токсик вполне может играть и без вот этих вот всех карточек поэтому это совершенно не обязательно то есть это императрица мне нужна была не только в бело-зеленый токсик там еще много каких колодок играет куда хотелось бы ее попробовать запихать в целом такой стейпл меты текущего стандарта она не не отратируется еще целый год мало ли где еще засветится посмотрим опять же вейдин анонсмент тоже с самого начала как вышло поперло играть и до сих пор играет не уходит вот в отличие например от архангела архангелом поиграли поиграли в какой-то момент он выстрелил и все сейчас он такая в пятицветном ремпинге опять же иногда встречаются но такая опциональная карта некоторые вариации ее даже не играют такие дела в общем бело-синие солдаты и бело-зеленый токсик это вполне себе рабочие метовые деки не на куры не какой-то там еле-еле вытаскивающий вариант очень рабочие деки которые доказали что в грамотных руках могут делать то что нужно плюс в них довольно много взаимодействий много каких-то интересных вещей то есть бело-зеленый токсик там иногда реально нужно подумать посчитать куда какие жетоны как разложить получается колода такая в духе красно-черных пожертвований из пионера ну из бывшего стандарта где котопечка там всякие мейхем дейвела немного не дотягивает по количеству триггеров конечно но тем не менее мейхем